друзья приветствую вас на моем канале с вами тарас березовец и у нас с утра несколько очень важных новостей как говорят американских новостях и of some breaking news свою итак давайте поговорим обо всем по порядку и так накануне ночью стало известно о том что государственный секретарь сша энтони блинкин во время встречи со своим польским коллегой министром иностранных дел польши сбигневом рау заявил о том что кризис который был устроен режимом диктатора александра лукашенко на польской границе является ничем иным как попыткой отвлечь внимание от концентрации российских войск на границе оцените важность этого заявления американские союзники настолько сконцентрированы на сегодняшний момент и преданный делу поддержки украины что они сегодня осуществляют целый комплекс международных мер которые укрепляют безопасность украины и дальше мы тоже поговорим об этом итак во время встречи со сбигневом рау энтони блинкин заявил следующее цитирую сообщение госдепартамента сша госсекретарь блинкин подтвердил поддержку сша польши перед циничной эксплуатацией мигрантов режимом лукашенко действия режима лукашенко угрожают безопасности сеют конфликт и направлено на то чтобы отвлечь внимание от действий россии на границе с украиной кроме того получи появилась информация параллельно от главы мида австрии а линхарта который озвучил точно такую же аналогичную информацию аналогичную тому что озвучил блинкин перед заседанием совета и с на уровне министром и странных дел глава мид австрии михаил линкард заявил о том что ситуация вокруг украины становится максимально критичной речь идет о том чтобы мы как европейский союз направили полностью четкий сигнал россии нужно вернуться к мирной ситуации и не допустить эскалации это очень важный сигнал на фоне того что австрия входит в круг так называемых стран друзей россии или путин фрештейнеров в европейском союзе наряду с италией германией и если мы слышим такое заявление очень четко и акцентированная достаточно жестко со стороны мида австрии ситуация действительно воспринимается нашими западными союзниками как критичная дальше больше генеральный секретарь нато йенс столтенберг сегодня заявил о том что североатлантический альянс очень внимательно отслеживают все передвижения российских войск на границе с украиной разведка стран нато в режиме онлайн сообщают свежие подробности и передает разведывательную информацию в штаб-квартиру нато прямая цитата мы внимательно следим за необычными передвижениями российских войск на границе с украиной заявил ян столтенберг в эфире американского телеканала hbo кроме того он заявил что альянс находится в полной боеготовности и готов к любому развитию событий кроме того сегодня стало известно о том что в киев прибыла американскими военно-транспортными самолетами уже четвертая доставка военных грузов посольство сша в украине сообщила о том что она сегодня переправила в украину 80 тонн боеприпасов в рамках увеличенной военной помощи на 60 миллионов долларов которые были подписаны недавно президентом сша джо байдена это тоже очень важная новость прямая военная помощь летальная самое главное ну и наконец вернемся к нашему любимому начальнику штаба обороны британии генералу сэру нику карту которого я цитировал уже в своих нескольких последних обзорах так вот британский генерал ник картер дал еще одно интервью он последнее время стал чрезвычайно публичен дает комментарий накануне он давал резонансное интервью телеканалу sky news в котором предупредил об опасности эскалации на границе украины и вот сегодня в интервью влиятельным авторитетному британскому изданию the guardian генерал сам не картер заявил о том что россия стала намного большей угрозой для стран восточной европы чем тогда когда он приступил к исполнению своих обязанностей 8 лет назад он сказал о том что очень сильно надеялся на то что войны с россией не будет и верил в то что путин физически не хочет боя столкновения со странами нато но тем не менее ситуация меняется меняется драматично и поэтому страны нато должны быть готовы к прямому военному столкновению с машиной кремля кроме того картер сказал о том что он здесь поддержал это не блинкина очень важно картер сказал о том обратите внимание что ситуация на границе белоруссии и польше было классическим отвлечением внимания со стороны кремлевского руководства которое продолжалось годами-годами и годами накануне я записал ролик который в том же цитировал упомянутого сара ника картера и рассказывал о том как британский таблоид мир а затем за ним еще ряд британских изданий опубликовали информацию относительно того что генеральный штаб вооруженных сил великобритании войска ее величество могут быть переброшены в украину в течение нескольких часов в этой публикации со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники в министерстве обороны великобритании речь шла о том что в полную боеготовность приведены элитные спецподразделения войск ее величество в частности речь идет о трех полках сас special service британский спецназ самое засекреченное очевидно подразделение в мире как она считается информацией о численности этого подразделения вы не не даете нигде известно только о том что есть три полка сас 21 23 23 которая расположены в харрифорде там где находится штаб квартира саса в лондоне и в бирмингеме кроме того к подразделениям сас должны будут присоединиться десантники элитного 1 парашютного полка войске величества которые могут быть переброшены в украину в течение нескольких часов речь идет о контингенте от 400 до 600 человек мира написал о том что эту информацию они получили еще раз повторить своих источников и о том что премьер-министр великобритании получил соответствующее предупреждение от руководства генерального штаба вооруженных сил великобритании и от главной британской разведки mi6 о том что эскалация на границе россии и украины может случиться в любой момент и поэтому в качестве примитивной меры правительство и и величество рассматривает возможность переброски своего спецназа это нужно в первую очередь для того чтобы послать четкий сигнал стране агрессору относительно решительности стран нато защищать украину как одного из ключевых союзников я предполагаю что в данном случае мы имеем дело с классической операцией информационного слива намеренного слива в сми причем используется еще раз повторю таблоиды желтая пресса тем не менее так очень часто поступают спецслужбы используя именно таблоиды для слива информации это примитивная мера четкий сигнал в первую очередь в сторону владимира путина для того чтобы предупредить его о том что любые попытки увеличить эскалацию на границе с украиной приведут к конкретным очень жестким последствиям ну и наконец сегодня вот мы получили свежую информацию о том что сегодня 15 ноября наконец был рассмотрен и принят новый пакет санкций против режима лукашенко за создание миграционного кризиса в европе все уже пришли к выводу слава богу к тому что это этот кризис является рукотворным результатом деятельности двух преступных режимов режимов лукашенко и путина который безусловно стоит за ними его поддерживает в частности брюссельский корреспондент радио свобода рекорд джозвак сообщил инсайды сообщил закулисные подробности того что сегодня министр иностранных дел стран с утвердили критерий новых санкций которые вводятся относительно лиц организации повязаны связанных с созданием миграционного кризиса на границе беларуси и польше пока никаких дальнейших подробностей не сообщается кроме того что в этот санкционный список скорее всего попали министр иностранных дел беларуси владимир макей а также белорусская авиакомпания белавия и главный аэропорт в минске это значит что туда не смогут летать и оттуда вылетать ни в одну из цивилизованных стран страны с канады сша японии никакие воздушные суда европейский союз рассматривает в данный момент 6 пока санкционный пакет который может включать прямой приказ для всех юридических лиц фирм европейского союза о приостановки полном поставок в национальный аэропорт минска об этом сообщают сразу два неназванных высокопоставленных европейских дипломатов как известно александр лукашенко предупредил что в случае введения дальнейших санкций он пойдет на дальнейшую эскалацию частности он предупредил о возможности полного перекрытия транзита газа через территорию беларуси в страны европейского союза но и слава богу если это произойдет таким образом весь транзит газовый транзит пойдет тогда через украинскую gts поскольку северный поток 2 не запущен на данный момент и косвенным подтверждением этого является информация озвучена на минувшую неделю о том что газпром уже сообщил о том что увеличит поставки близкие к максимальным через украинскую газотранспортную систему европейским пользователям бинго ну что ж будем держать кулаки если взбрендивший диктатор белорусские такие действительно решит полностью остановить транзит газа это выбросить его окончательно на обочину мировых процессов а ему сейчас очень важно чтобы с ним вышли на контакт любые европейские политики чтобы с ним начали диалог для того чтобы де-факто признали его власть он очень сильно этого жаждет очень сильно хочет если он действительно сейчас пойдет на перекрытие транзита то тогда все конец любому диалогу возможным гипотетическому и конец кино всем с подиванием как говорит известнейший украинский поэт власть подорвянский друзья мы видим ситуация продолжает накаляться этому подтверждением является и увеличение присутствия военного страна по в черном море и возможность еще раз повторю переброски британских спецназовцев в украину и санкционный пакет который вводится против режима лукашенко это все уже произошло это уже совершившийся факт таким образом следует ожидать самое ближайшее время провокации обезумевший лукашенко может погнать толпы этих самых нелегальных мигрантов к украинской границе которая полностью не перекрыта напомню мы имеем практически 1000 километровую белорусско-украинскую границу которая никим образом не защищена и поэтому обезумевший диктатор может погнать толпы этих людей тем более что секретарь совбезы украины алексей данилов уже предупредил что украинские пограничники не будут открывать по ним огонь в случае нелегального пересечения границы нам очень важно сейчас сдержать поток и не позволить тому чтобы этот кризис сейчас перешел на нашу сторону границы уже мобилизованы напомню восемь с половиной тысяч украинских полицейских нацгвардейцев представители других силовых структур которые будут переброшены границы и кроме того появилась информация о том что мобилизовано свыше восьми тысяч курсантов военных вузов украины которых тоже срочно перебрасывают к украинской белорусской границы одним словом ситуация становится все более и более непредсказуемые друзья продолжим отслеживать все важнейшие события как только появится какой-то апдейт я обязательно выйду к вам со свежими новостями пока спасибо за ваши лайки просмотры шары мы достигли сегодня 170 тысячного рубежа 170 тысяч подписчиков друзья огромное вам за это спасибо не сбавляем темп продолжаем у нас будет ближайшее время несколько очень важных обновления пока спасибо всем спонсорам канала я выставил как раз презентовал список той техники которая мне привез мой друг питер зломаев из сша спасибо ему огромное вот эта вся техника приобретена на ваши донаты друзья благодаря этому мы как канал продолжаем развиваться и идти только вперед спасибо еще раз подписывайтесь на канал до следующего видео с вами был тарас березовец пока пока